Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за ситуацией, смотрите и, конечно же, пишите комментарии, реагируйте на происходящее. Олег Стариков, известный военный аналитик и военный философ на связи. Олег Иванович, приветствую вас. Здравствуйте. Друзья, подпишитесь на Олега Старикова, ссылка будет в описании к этому видео. Переходите и следите за точными, выверенными прогнозами, оценками с картами и без пропаганды, только по факту и по делу. Собственно, как всегда, с ситуацией на передовой, хотел бы с вами начать наш разговор. Заявили, что взят населенный пункт Старица, это возле Волчанска, тем самым перебив логистику в городе. Из Волчанска вообще в последнее время приходят очень такие тревожные новости, и они как-то немножко перечат общему фону настроения. Из заявлений высшего руководства страны о том, что ситуация стабилизирована и все в порядке. То есть противник имел какие-то планы, но все планы сорваны. Нам показывают, как российские войска выносят что-то из домов, мародерят, а местные жители им показывают, какие дома дают наводку. Нам демонстрируют ситуацию очень интересную, кстати, я хочу, чтобы вы отдельно на ней остановились, по поводу Волчанской городской больницы, где был прилет, потом детонация сумасшедшая, то есть взлетел на воздух полностью корпус больницы. Ну там очень интересно подается информация, что это воздушные силы Украины ударили по этой больнице в Волчанске, а там уже были россияне, и то, что сдетонировало, это российское. То есть тоже такая странная деталь, исходя из того, что нам генштаб говорит, что ситуацию в принципе контролирует в самом городе. Давайте с Волчанска начнем. Что там происходит и чего ждать, Олег Иванович? Ну, Волчанска это серьезно, это отдельное направление, наступление так называемого Харьковского, Харьковской операции или Харьковской компании. Есть понятие в военном деле, в военном искусстве, операция и компания. Только в компании, если брать в общем, компания 24-го года. Вот я всегда говорю, компания вооруженных сил Российской Федерации в 2004 году, как они говорят, заключительный этап. Вот эта операция Харьков, да, Харьковское наступление, это является, Харьковская операция, это часть вот той военной компании. И она разделена на несколько операций. Первая операция это Волчанское направление, вторая операция это Лейпсерское направление, и третья операция, по всей видимости, сегодня 19, да, День Пионерии, да, как-то был такой. А это, думаю, Сумской, Сумская, Черниговская и Сумская, Черниговская. Это все, это разные, по Сумской и Черниговской, я думаю, будет в третьей декаде этого месяца. Так вот, теперь разбираем по Волчанскому. Основная цель, то, что они, основная цель, связанная с Волчанским направлением, это выйти на рубеж, там, Великий Бурлук, Шевченко, для того, чтобы отрезать логистику Копинско-Лиманской группировки, которые противника уже в течение двух лет, там, года, вот, двух лет, уже, два года, взять никак не может. Вот все возле деревни Синьковки, там все воюют, там, пять улиц, они все никак, то зайдут, потом наши выбьют, ну, и то потом. Поэтому для того, чтобы отбросить наших на правый берег реки Оскол, а Копинско разделено на две части реки Оскол, вот это все, в принципе, и годичная кампания военная идет по Копинскому-Лиманскому направлению. Не получается, поэтому решили с обратной стороны, ну, и заодно, и, так, взять изюмский шлях, вот это изюм, это же прямо вот там, да, заодно и выбить этот изюмский шлях, а вот они решили еще отрезать кусок восточной части Харперской области. То есть это у них, по всей видимости, планы такие. Что реально, почему Волчанск? Волчанск, он состоит, вот та линия, северная линия обороны, она состоит из нескольких составляющих. Первый Лыбцы, я о чем сказал уже, там из трех деревень, она очаговая такая узла обороны. А Волчанск, там сам Волчанск, северная часть, южная часть разделена рекой Волчьей, и там четыре или пять деревень. Созданы узлы обороны. Поэтому сейчас зашли на северную часть, ведут ожесточенные бои за каждый дом, и есть попытка перейти реку Волчья уже через восточное направление, там с востока их выбили, но они пытались уже это, в принципе, попробовать, именно с восточной части. Значит, что нам реально, наша какая стратегия? Сейчас сдерживает противника, а потом попытка будет пытаться, это на Лыбцах, я говорю, на Лыбцах, это одна стратегия, на Волчанске будет другая стратегия. Так вот, втягивать противника в узлы обороны, а там проводить, естественно, на узлах обороны все оборудовано, и будут проводить соответствующие уничтожения. Вот такая стратегия. Значит, есть, но есть маленькое «но». Отдельные эксперты говорят, что противник, сейчас оно захлебнулось, и тому подобное. Это чуть-чуть информация из области информационных войн, информационная пропаганда. Дело в том, что противник еще не водил основные силы. Он воюет только передовыми силами. А это три, и вот на Волчанском направлении они бросили в бой четыре батальона. Это чуть-чуть больше полка. Значит, потом, это 10-го числа, потом 12-го числа ввели дополнительные силы. А потом, я так и говорю, после 20-го числа начнется ввод основных сил. Они сейчас уже накапливают основные силы, и будут вот, сейчас занимается плацдарм, и потом они ударят. Вы меня спросите, знает ли об этом, что я сейчас говорю в Генеральный штаб? Конечно, знаю. Мы, естественно, знаем, и все принципы готовятся. Если у нас за теми селами, о которых я сказал, там Волчанские хутора, я просто сейчас название подзабыл, если там у нас фортиргационные службы есть, но они построены не сплошной линией, вот как на Восточном фронте, а там она линия чуть-чуть другая. Почему? Потому что рельеф местности другой, совершенно другой рельеф местности. Какая тактика у противника? Противник для того, чтобы не ввязываться в позиционные бои, а у нас тактика, я возвращаюсь еще раз, в дополнение к нашей тактике, и сделать все возможное, как президент сказал, Верховный Главный Владимир Владимирович, ну и военный генштаб комментирует. Наша задача стабилизировать фронт. Стабилизация фронта. Что это такое? Стабилизация фронта – это стабилизация перевести маневренную войну на уровень позиционной войны. Вот это вот эти окопы, вот это позиционная война, значит, оно все заглохнет. Значит, задача у противника – не ввязываться в позиционную войну, а перейти к маневренной войне. Теперь берем по всей стране, то есть по всей линии боевого соприкосновения. Первое. У нас есть несколько видов боев. Первое. На южном фланге – это крынки, это мы на левом берегу заняли плацдарм, мы наступать, не наступать, заняли плацдарм, не тревожим противника, и противник ничего с нами делать не будет. Это один вид боя. Потом, начиная от Роботино и выше, до Купенско-Лиманского направления, это позиционная война, позиционный тупик. А вот Харьковское направление, Харьковское, это уже маневренная война. Видите, тут три разных вида войны. Три разных вида ведения боевых действий. Вот это правильно будет. Война – это термин политический, а я сейчас говорю про военное дело и военное искусство. Поэтому, само по себе, противник, почему он не вбрасывает большое количество личного состава? Он применяет тактику, так называемую, просачивание. Это малые штурмовые группы. Я когда еще служил, в далекие времена, и вот у нас мои товарищи некоторые служили в Забайкальском военном округе. Это прикрывало границу с Китайской Народной Республикой. Так вот, у китайцев была такая тактика, метод просачивания. Там у них национально освободительная армия Китая, один миллион, два миллиона. Вот они для того, чтобы много не заходить, вот они малыми группами, у них была тактика такая, просочились, а потом соединились где-то в одном месте. Кстати, такой метод просачивания использовала и Азербайджанская Республика в Карабашской войне 2.0, когда они брали, взяли горный город в Шуша. Поэтому противник, опять же, к чему говорит? Это к тому, что он учится, он быстро учится. И вот эти все шапки закидательские, вот слава богу, уже в течение месяца уже нету этих ерунды, которые несутся. Уже что-то серьезное начали. Они учатся. Теперь наша задача реально выстроить такую систему, где штаб знает, главком знает, как противодействовать тактическим действиям, как это все останавливать. Осталось только войска направить, чтобы командиры на тактическом уровне эти задачи выполнили. Легко это будет сделать? Нет, очень тяжело. Почему? Потому что противник подготовился. Первое. Второе. Операцию планировали не гражданские, а военные. Второе. Третье. Операция планировалась уже сколько битым, перебитым генерал-полковником Лапином под его командованием. Помните, Лапин был взводом команды, он бегал, когда прокси зашли на территорию Брянской, там области, он там взвод. Впереди БТРа. Да, впереди. Да. Так это же я хочу объяснить. Это, можете, я рассказывал, но тогда. Это когда войска в другом месте, а надо как-то искать. А там никаких войск не было. Набрали и стиловых подразделений, там, санчастей, называется, брод больных и нищих. Санчастей вот и набрали, а нижних, кто не хочет воевать. Помните, он вперед, пистолет достал, они с ним в затылок встали и идут в колонну, чтобы по ним не было. То есть, я к чему говорю? К тому, что он, а нам-то можно смеяться, но он уже прошел и Харковская, вот когда Харьков мы освобождали, осень 22-го года, он битый, перебитый, и теперь уже, если его назначили на командующую Ленинградскую военную округу и сейчас уже на группу армий «Север», то он уже серьезно, они подготовились. Почему? Потому что, опять же, так малые тактические группы, метод просачивания, очень серьезная система РЭП, очень серьезная система РЭП. Наши заявляют, что полностью, почти полностью все перекрыто. Именно на южном фланге, вот я в Крым, как говорил, мы там побеждаем, там у нас преимущество. Например, на Угледарском направлении, на Покровском направлении тоже там есть преимущество, на Красногорском. А тут проблема, есть большие проблемы, потому что все перекрыли именно системой РЭП. И второе, обученные бойцы, потому что таких ошибки есть, но таких грубых, которых допускали раньше, у них нет. Поэтому наша сейчас задача очень серьезно подготовиться, подготовить резервы и резервам дать соответствующее вооружение. Вот теперь будет проблем. Резервы-то, сейчас мобилизация, когда-то уже вчера началось, или вот этот новый закон. Ну, я так думаю, определенное количество найдут. Найдут, только теперь надо подготовить личный состав, а если готовить опять четыре недели, ничего не получится. Надо готовить намного больше. Но самое главное, я вижу другое. Где взять количество вооружений, для того, чтобы, извините за тавтологию, вооружить тех, тот личный состав, который есть, и всем обеспечить. Это, я думаю, сейчас большая проблема, и Минобороны должны заниматься. Кстати, у Мерова что-то давно не видно было. Уже главкомом, уже как представитель ставки, вместе с ним не ездит и в карту не смотрит, не понимая, что там за стрелки. Куда-то пропал. А куда пропал? Где-то в Турции объявился. По всей видимости, занимается именно тем функционалом, который должен заниматься министр обороны. О обеспечении сбройных сил всем необходимым. Харьков. Путин в Китае говорит, что планов на сегодняшний день брать Харьков нет. Зеленский говорит, ну, в интервью, там было несколько интервью за последние дни, говорит, что в принципе ситуация не стабилизирована. Ну, поэтому могут быть сюрпризы. Понятно, что держатся бойцы и план есть. В общем, надо два Патриота, потому что, судя по всему, попытаются зайти в Харьков и пытаться что-то с ним делать. Что вы думаете по поводу конкретно областного центра, большого города, некогда миллионника, и где здесь как бы военные игры, да, ну, вот это вот, как бы, когда мы на черное говорим, белое, специально, чтобы запутать противника, а где реально ситуация, которая вот проистекает, которая на земле, и как это все отразится непосредственно на самом городе? Ну, по той тактике, которую я сказал, по моему мнению, Харьков никто штурмовать не будет. Просто обойдут с севера, с юга, то есть не с запада и востока. Если есть задача, чтобы обойти, чтобы именно для того, чтобы, как только обошли, тогда город уже будет полностью, но если в кольце, тогда он уже будет, в принципе, не, будут большие проблемы. Войскам придется оттуда выходить. Это первое. Второе. Я на... Задача минимум, это, в принципе, Путин здесь сказал, так оно и есть, это взять под огневой контроль и, то есть, создать, как они называют, серую зону, я называю буферную зону. Это 15, дальше 15 километров они не пойдут на вот в ближайшее время. Осенью может быть что-то будет другое, но вот в ближайшее время, летом у них где-то 15 километров. Почему 15 километров? Это чтобы 15, чтобы не долетало до Белгорода. Да, по Белгородской области до Белгорода отсазать буферную зону. Следующее. Вот эти 15 километров как раз достают до Харькова. Именно высокоточным оружием. Не оперативно-тактическим, а уже тактическим. И третье, самое главное, это перекрытие логистики. Опять же, для того, чтобы Харьков сделать проблему, надо перекрыть логистику. Вот они в принципе вот это и будут делать именно по Харьковскому направлению. Для того, чтобы было выполнить эти задачи, они фронт растягивают. Вот представьте себе, я про Сумы сказал и про Чернигов. Это еще где-то 600-800 километров. Я меряю не по прямой, а границы, что она такая извилистая. А если кому интересно, берете курвиметр. Это такой прибор есть. Это прибор есть такой. И меряете. Какая граница. 600-800 километров. А с учетом того, что согласно старых боевых уставов, значит, флегру старых, новых, я нового не читал. я примерно, как вот сейчас расстановка и есть, я могу сказать, что бригада держит 50 километров, раньше держала, сейчас, наверное, 10 километров. Ну, так, 10. Вот на 600 километров, 10 километров, сколько надо еще бригад выстроить, поставить туда для прикрытия государственных, и для прикрытия госграниц для обороны государственных границ. Это сколько вытянется. Естественно, резервы сейчас начали перебрасывать. Опять же, по данным СМИ, ну, где-то до 20 батальонов уже ушло на перекрытие, именно, чтобы не было проблем в Харьковской области по этим двум направлениям. А раз откуда-то перебросили, значит, там образовалась прорехи. Противник знает об этом прорехе? Знает. Поэтому на этих участках и дальше будет атаковать. Реально, что, вот я сейчас скажу крамольную мысль, но эта мысль, она основана на военном искусстве и военной науке. фронт растянулся, то есть он натянулся, сопротивление материалов, он само по себе растянулся. Так вот, мы в тактическом положении, именно в тактическом, вот вы сказали, на белое, черное, как в информационном плане, как даже на линии боевого соприкосновения, у противника выигрываем. Не везде, но выигрывают. А в стратегии мы проиграем. Мы стратегии проиграем. Вот то, что вот он делает, вот я некоторые штрихи говорю, вот говорю, это приведет при определенном моменте к большим проблемам. Когда нам придется, вот они уже сделали, что мы начали перебрасывать резервы. А это их задача для того, чтобы выйти из позиционного тупика. Это первое. Ну и второе, они создали нам две проблемы. Первая проблема это Часовьярская. Почему это проблема? При прорыве, то есть при занятии Часовьяра наступает из тактического, превращается в оперативный. Это реально, это серьезно. Это не Авдеевка. Это не Бахмут. Это совершенно другое. Это проблема. Сдавать Часовьяр ни в коем случае нельзя. Нельзя. А раздавать нельзя, мы туда постоянно будем превратить резервы, резервы, резервы. Первый. И Волчанск. Это тоже проблема. Сдавать его нельзя. Если сдали, значит Купенская группировка и Восток Украины будет отрезан. Понимаете? Это две проблемы. Мы туда будем перебрасывать войска. А после этого они создадут проблемы в Красногоровке. Уже Красногоровка там битва началась за горок. В принципе, осталось там несколько улиц, которые мы сдерживаем и тому подобное. На Курахово тоже, что Георгиевка, там Кураховское направление тоже Георгиевка, Георгиевка, да, там пошли. То есть они, опять же, что мы сделали как-то незаметно, я про стратегию говорю, но мы, во-первых, потеряли инициативу, раз. Во-вторых, мы как-то незаметно начали рефлексировать, как один известный политтехнолог говорит, рефлексия, да, сказали о рефлексии, да, мы понимаем, кому он говорит, да, значит, рефлексировать. Сначала Бахмут был, одна битва, потом Авдеевка битва, потом Красногоровка, а потом сейчас, сейчас стало Покровское направление, считаю, уже Покровское направление, то есть не город, за который идет, а уже направление, Кураховское направление, и сейчас Авьярское направление. Теперь Роботино, Вишняк, я почему на своем канале я всегда даю, как кто-то скажет, а вот он дает с определенным запозданием, да, я ЛАК даю по времени где-то 48-72 часа, почему? Просто если это время выбить противника не далось, территория уже все, он уже закрепился там, 48-72 часа, поэтому ситуация такая, направление, теперь добавилось Харьков, то есть Северное направление, а конкретно Харьковское, Волчанское направление, Липцевское направление, это прибавляем, потом Сумское и Черниговское, представляете, то есть, а мы только реагируем, единственное, где мы ведем впереди, то есть мы задаем, так, как надо воевать, это Крымки, вот Крымки, да. Так а какие перспективы в Крымках, Олег Иванович, я, смотрите, я не стал первый раз, как бы, влезать, когда вы упомянули, к рынке, ну а сейчас, ну подождите, ну. Правильно, не, а я объясню, какая стратегическая задача, вы, в принципе, правильно спросите, что там держать, там люди гибнут, никакой цели тактически нет, зачем этот плацар, который никому не нужен, вы совершенно правильно скажете, но в этом, это тактически, если думать, а если стратегически получается, что одной бригадой морской пехоты мы сдерживаем на этом южном направлении целую армию противников, то есть, тремя-пятью тысячами личного состава мы сдерживаем 50 тысяч личного состава противника, понимаете, в этом вот стратегической цели, в этом тоже, а вот, а теперь, вот теперь что делает противник, на основании этого, он таким способом, вот сейчас вот, он сосредоточил на сумском направлении, ну там, ну, где-то недели две назад был у него полк всего, Ахмат, я помню полк Ахмат, который входит в их не вооруженные силы, не в Росгвардию, а в это, а потом, может быть, сейчас они что-то еще туда потянули, ну, два полка, бригада там будет, а мы туда, мы туда, нам придется перебрасывать, сколько, не бригаду, нам придется туда, как минимум корпус, перебрасывать там всю эту линию, я же по протяженности сказал, правильно же, помните, я говорю по протяженности, сколько держится по боевым уставам, и то подобное, то есть, в этом стратегия, и само по себе, противник, противник играет по крупному, то есть, он играет не спеша, он никуда не спешит, все эти заявления, к первому мая, к 9 мая, день рождения Путина, чему там, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, вот эту херню несут, всякие непонятные, да, да, ладно, сейчас они действуют по плану, и эта ситуация для нас, с каждым днем, становится все более и более опасно, опасно, а тут еще наши стратегические партнеры, нам помогли, пять месяцев голосовали, давать нам помощь, или не давать, потом, ну, 61 миллиард, я имею ввиду, за нее, что там, милики, вот сейчас идет, а пока оно придет, оно пока там, перебросится, ну, а что оно? Ну, я, я же не знаю, что оно, насколько я вижу, сейчас удары есть, оперативно-тактическими ракетами, но, но, еще уже, но, удары, исход войны решаются, во-первых, на земле, первое, конкретно на линии боевого соприкосновения, на оккупированных территориях, второе, исход войны решается в дипломатии, то есть вот дипломатия, а перед дипломатией, естественно, разведка, разведка, то есть первые разведчики, которые под приключением, потом дипломаты, а потом военные, так вот, виды войск, то есть, исход войны решают сухопутные войска, а повитерные силы, военно-морские силы, силы спецоперации, Родовой, должны оказывать помощь нашим, сухопутным войскам, на решение тех задач, вот меня спросите, он летит, куда-то ракета прилетела, теперь, для того, чтобы поразить что-то, какой-то корабль, там, тральщик, необходимо выпустить 10-15 ракет, стоимостью там, по 2-3 миллионов, на долларах, да, выделить. А если разобраться, то это, как бы, ржавая корыта, 60-70-х годов. Правильно, я же про это и говорю, я говорю про экономику войны, во-первых, этот тральщик, реально, война не решается, на морском театре, военных детских, это же, для того, чтобы победить, мы должны задействовать все ресурсы, всех видов родов войск, так вот, если бы, вот те ракеты, которые запускаются, непонятно куда, они бы использовали, для оказания помощи, сухопутным войскам, даже хотя бы, даже хотя бы, вот еще раз, вот вы про снаряд сказали, вот по больнице, да, на Волчанске, по всей видимости, там какие-то, именно снаряды, связанные с, ну вот эти, как с крылышками, это снаряды, а этот, боеприпасы. Так, а чьи? Они, в том-то и дело. Понимаете, там же интрига какая, вроде как, наши били с самолетов, по этой больнице, там уже были русские, и, собственно, потом все сдетонировало. Так, а сколько нужно было, вот просто, если посмотреть по видео, ну вы как эксперт, у вас глаз более наметанный, сколько там нужно времени, чтобы загрузить эту больницу, вот этими снарядами, или какими-то боеприпасами? Вы совершенно правильно подметили, еще неизвестно, а чьи там боеприпасы были. То есть, чем-то, чей там склад. А если возьмет, есть первая версия, для того, чтобы это привести, значит, необходимо, там взорвалось где-то несколько вагонов, вагонов даже, да, пусть даже больше, а вагон это 40 тонн, то есть, вагон железнодорожный 40 тонн. Вот там взорвалось где-то 5 вагонов, 40 умножаем на 5, 200 тонн, 200 тонн, машина, КамАЗ, сколько-то он везет, посчитайте, сколько это надо провести. Поэтому, это в принципе, большое сомнение, это просто идти так, не слушать, что тебе говорят, а просто взять и посчитать. Кстати, вот Ходорковский выступал, да, на каком-то, он взял всю экономическую, военную составляющую, все посчитать. Так вот, опять же, последний тезис, по комплексам использования сил и средств. Значит, все должно быть направлено в рамках единой военной операции или кампании, и все связано на линии боевого соприкосновения. Все остальное, я считаю, это в рамках непонятно каких, они не, 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 не помощь сухопутным войскам не оказывают. Может, они какую-то политическую роль играют. А какая политическая роль? Ну, потопили там, ну, хорошо, большой десантный корабль потопили. Ну, для чего? Для того, что он не мог подвести морскую пехоту, занять Одессу. Согласен, согласен. Ну, а для того, чтобы он не мог подойти, есть минирование, раз мины поставили, морской тральщик, хорошо тральщик, но Россия не воюет на море, они не воюют, они же ушли, они же ушли. Реально, мы их выдавили, западные части Черного моря, мы их выдавили оттуда. Они находятся только на восточной, а там, они, корабли там у них нет. Мы их выдавили. Олег Иванович, давайте о политике, буквально два слова. Приходит, западная пресса пишет, вот, примерно такой расклад. У нас 15-го, 16-го, да, вот этот саммит мира в Швейцарии, который организует Украина. И сейчас же идет вот это вот вся, все тени толка, и кто приедет, кто не приедет, кто заявил, кто не заявил. В общем, лидеры стран, ЮАР, Бразилии, Китая, не приедут на саммит в Швейцарию. Также ожидается, что проигнорируют мероприятия лидеры Египет, Нигерия, Ганна, Камерун, Сенегар, Алжир, Саудовская Аравия, Израиль, Индонезия, Индия, Сирия, Иран, Эфиопия, Малайзия, Венесуэла и другие страны глобального юга. На самом деле, тут же как, можно и справедливо, да, там, можно как бы обвинять, что там, кто-то говорит, что стакан наполовину пустой, наполовину полный, оптимист, там, хорошо проинформированный оптимист, пессимист, в общем, реалист, но по большому-то счету есть какая-то взаимосвязь, как видите вы развитие событий на поле боя в воздушной войне с приближением вот этого мероприятия, которое мы организовываем в Швейцарии? Да, есть, во-первых, если оставили Лаврова, то Лавров полностью отвечает тем задачам, которые поставил Путин на решение в российско-украинской войне. То есть Лавров, если по-другому, он один из самых сильных дипломатов в мире и влиятельный. Можно сейчас все, что угодно, какое у него лицо вот это пишут, мы же не про это говорим, мы же про серьезные вещи, правильно же говорим? И делается все возможное, чтобы странный глобальный юг не поддержал. А раз глобальный юг, Путин решил вопрос с Китайской Народной Республикой, да, треугольник, треугольник, треугольник Киссинджера, вот это, вот в этом все решено. Значит, а раз, сейчас американцы не знают, что с этим треугольником делать, что с двумя сторонами треугольник, а треугольник уже неравнометренный, да, поэтому ситуация очень серьезная. серьезно. А все, что касается стран, чуть-чуть меньше, естественно, решают дипломаты и Министерство иностранных дел. Вот они, а чем они решают? Давлением? Да, я думаю, вряд ли. Там все больше идет связанное с политикой, экономикой и какими-то преференциями. Ну, естественно, экономическая составляющая, потом идет дальше преференция, ну и информационная составляющая, потому что, как вот, чем опаснее назначение Белоусова на должность министра обороны и снятие Шойгу? Шойгу врал, вот врал, а Белоусова врать не будет. Он сказал, я, ну, что ошибусь, но врать не буду. А раз врать не будет, вот эта шапка закидательская, то есть будет переведено все, все на военные рельсы. А раз на военные рельсы, 30-й год, все эта война будет и дальше продолжаться. Остановка не будет именно в том виде, о котором мы, в принципе, думаем. Остановки той войны не будет. Поэтому страны глобального юга, ну, эти еще и стратегические партнеры наши иногда ошибаются или там что-то именно с своими... Чем глобальный юг так очень критично настроен к, так называют, странам золотого миллиарда. Они же бывшие колонии. А вот, я же не сказал, информационная составляющая. А вот насчет колониальной, вот этого, прошлого, это хорошо играет Россия. Я так помню, институт Патрибуса Лумумбы, интернационалы, какие были, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Это, в принципе, играет очень серьезно. И все, что связано с информационной составляющей, это не умеют именно в стратегическом плане. Поэтому наша задача, я же на вашей передаче неоднократно говорил, наша задача сделать все возможное, чтобы перехватить инициативу у Российской Федерации в работе с странами глобального юга. Но, к большому сожалению, не министерство иностранных дел, когда они приезжали и встречали там в коричневых штиблетах, без галстука, с пренебрежением, ну и тому подобное. Ну, ты получи. А я так, я об этом уже давно говорю, кричал. Я говорю, на вашей передаче я кричал, когда приезжал лидер ЮАР, когда приезжал лидер в Бразилии, когда в Ан-И приезжал сюда, когда его встретили без галстука. И он в шоке. Я фотографию специально держу, записал эту фотографию, как он стоит, и кулент без галстука рядом с ним. Еще бы, если был бы японец, он бы себе характеризм сделал. Такого он не ожидал, такого неуважения к себе, который полтора миллиарда прошел конкуренции, занял эту должность. И тут его встречают, при этом экономическая составляющая, какая, да, его так встречают. Ну вот, а кому там? А Южную Африку тревогу объявили, да? А тревогу объявили. И что тогда сказал помощник президента, да? Да, мы тут, мы все знаем. Не надо нам тут эти сказки про тревогу рассказать. Это ж глупость, вот эта глупость полная. Потому что для дипломатов, первое, это символы, встречают по одежке, по одежке. Когда лидеры африканского континента приезжали сюда, да? Все в белых рубашках, пинжаки, абриони, галстуках такие все. И у нас такие ребята встречают. Я так оба Блингена последний раз встречали, да? Вы же видели? Ну хорошо, хоть клей божий, пинжак, галстуках. Нет, ну на самом деле... Они это, не воспринимают. Мы просто... Дипломаты, я последний тезис, я у дипломатов спрашиваю, какую роль это играет? Они говорят, основную. Сейчас я говорю, основную роль. Ну мы-то думали, что эти лидеры африканских стран все забыли уже, сколько времени прошло. Ну да, да, конечно. Так они же закончили лучшие вузы мира, мир, мир. Они же все, они же, сколько, сколько для того, чтобы пройти на эти должности, сколько у них скелетов в шкафу стоит, да? И какие вузы они заканчивали? Ну да. Они все, они прекрасно, прекрасно образованные люди. Прекрасные образованные люди. Друзья, подпишитесь на Олега Ивановича, поставьте лайк этому видео, напишите, что думаете. Финальную часть нашего сегодняшнего разговора я бы хотел посвятить, конечно же, теме мобилизации. Реестры запустили, кто-то говорит, что города опустили, кто-то связывает с тем, что погода хорошая, ну и выходные, но много, ну как бы вопросов, а как дальше будет работать эта схема и система? Полицейские могут выдавать повестки, там, на работе тоже могут выдавать повестки, еще тебя как бы обеспечивать, чтобы ты был доставлен. К чему мы идем? И как вы оцениваете первые, ну сутки, наверное, да, двое, работы этого закона, Олег Иванович? Я в свое время писал закон, вот сейчас он принят, про национально-висково-меморальное кладовище. Это мой закон, это я его писал. Я был секретарем организационного комитета при кабинете министра. И закон, который принят, это мой. Это я его писал. Я писал, потом я писал постанову Кабмина, тоже моя постанова принята, даже и так же самая имплементация закона. Так вот, вы меня спрашивали, как оно дальше будет. А давайте про имплементацию. Значит, в день военкомы принимают 50 человек. Ко мне сосед позавчера подходит, говорит, Олег Иванович, вот пошел записываться в Дарминский военкомат, 800 там какого-то, когда меня примут. А при этом с 9 до 12 прием, потом с 12 до 13 обработка информации, часу до двух обед, армия, как же армия без обеда? Как же я воевать-то голодный буду? Я не буду голодный воевать. Слава Богу, еще тихого часа нету. Ну же, как же, война, а я уставший. Мне надо же поспать, да? И потом до 18, да? И прием вот такие. Так я к чему говорю? Имплементация закона способна, или мы, администрировать теми ресурсами, которые есть, администрировать для выполнения этого закона. Я вам скажу, нет. Он будет не выполнен. В итоге, правильно, опять же говорю, закон, это надо было менять, в принципе, старый закон 92-го года, с учетом войны, его надо, ну может, тысячу раз уже про мобилизацию разлить. Но, закон, теперь будет, что сделан? Абгажен. В каком плане? О том, что население, его не... Знаете, вот как, как вот делают всегда образованные цивилизованные нации, например, парк, да, территория. и умные люди, мэр города, он смотрит, где народ находил дорожки, да, там он и парк планирует, эти дорожки, в принципе, и дальше асфальтируются. А у нас как делаются? Я вот сделаю вот так дорожки. В итоге, поводы помимо, и дорожки идут все мимо. Их перекапывают 20 раз, на это деньги, перекапывают, а их все равно затапывают. Я к чему говорю? Всегда надо же, все законы для народа, а не против народа. Второй, второй против, то есть второй, мое возражение, что он не будет выполнен. Народ его не воспринял, а раз народ не воспринял, он будет его саботировать. Чем и Украину, почему я говорю, Украину нельзя победить? Потому что Украина, это вот не Россия. Вот она стоит, к ней подойдешь, она стоит, ее ударил, там, словно на глиняных ногах упала в 1917 году, а Украина это же мягкое такое. Я схватил, она ушла. Мы же, украинцы, это же совершенно другой менталитет. Раз, ушел. Ты только схватил, а ушел. Вот так вот, попробуйте, невозможно. Так вот, в итоге, те граждане, которых ты все равно ничего с ними не делаешь, они не пойдут на войну, они выйдут из, они будут двигаться параллельно с государством. Ну, параллельно. То есть, их не будет, они отключат все, все ее электронное пятно, так называемое, да, отключат все. Телефоны поменяют, новые, наши сим-карты можешь брать и без сетов. Сим-карты все равно будут жить, будут работать, значит, налоги платить не будут, не будут налоги платить. Даже, кстати, оно будет лучше. А с учетом того, что будут больше денег получать, ЕСВ не надо платить, ПДФО не надо платить, военный сбор будет на 38%, ЕСВ 22%, ПДФО 18%, это сколько уже, да, 40% и 1,5%. Вот считайте, сколько будут больше получать зарплаты. А работодателю, слава Богу, не будут, как его, меньше платить пенсионный фонд. Вы же понимаете, к чему это привело? А почему это вот, принцип такой, я начальник, ты дурак, пионеры, да, вот это, пионер всем ребятам, я вот, будет так, как я хочу, через колено. Не будет у нас через колено. Еще раз говорю, не будет такого. У нас страна другая. Это в России можно через колено. Кстати, Путин через колено не делал, он всех купил. Видите, он всех купил, именно большие деньги, там, в России, большое количество, ипотеки сейчас берут. Ипотеки, квартиру покупают. Муж или отец идет на фронт, ему знает, если погибнет, семья будет обеспечена квартирой. Ну, иди воюй. Зато дети твои будут обеспечены квартирой. Все. А у нас, сколько у нас процентов, сколько выплачено, так называемых гробовых, 15 миллионов за погибших. Что-то все замалчивают. Никто не говорит эту цифру. Ну, правильно. Я же говорю, я же сказал элементарные вещи, которые вот на основе, следующего, социальный захист. Оказывается, оказывается, войны, которые ранены, уволены, уволены, с числа убройных сил Украины, по ранению, ну, и по инвалидности, ранению, они уже в госпиталях не обслуживаются, они уже в гражданских обслуживаются. Это вообще, это шок. Я как вот у меня консьержки, консьержка тут работает, говорит, сын, герой, героев, герой, ну, герой этот, орден мужества, все, воевал с самого начала, раненые, ранения, вторая, вторая группа. Все не может, все, как уволили, счастье, все, уже ходи по гражданскому. Так, это же социальный захват войскослужбовцев. Вопрос такой. Я же сказал, раз, два, три, четыре, вот и посчитайте. И следующий вопрос, да, экспроприация автомобилей, а это пиздец, извините. Вы представляете, к чему это приведет? К чему это приведет? При том отсутствии закона, это к чему приведет? Ну, тем более, что люди на этих машинах не просто же там катаются в магазин, в булочную, не работают. Чем Украина отличается от России? Украина – это страна, где частная, собственная, священная делима. Мы каждый собственник. Квартира, обставить квартиру, дом, дом должен быть лучший, машина должна быть лучше, жена должна быть лучше всех одетого, дети лучше всех образований. у нас в крови это все. Независимость от региона Украины, все мы одинаковы, все нас пытаются разделить, а мы все одинаковы. Вот это все направлено на повышение, ты успешный, успешность. А там России нет. Там мне в Кремпленово штанах я 20 лет, зато я Путина борюсь с мировым империализмом. Они до сих пор с мировым империализмом борются. А тут лично твою область. Раз забрали, будут забирать. Квартиры пришли, вот будут там кто-то жить. Тут у меня знакомые с Харьковской области. Раз пришли, мы у вас будем жить. На каком основании? Вот мы у вас тут засаду строим. Как засаду? А расписаться? Да нет, у нас секретно. Они же должны быть, пришли, расписаться, чтобы потом, в случае чего, должны быть деньги. Да немцы во время Второй мировой войны деньги платили. Когда заходили, накупировали, деньги платили. Так все платят. Я это к чему говорю? Да, действительно, граждане наши принимают, кормят солдатика, все это. Но я не к тому говорю, я говорю к тому, что это нужно накапливаться. Что это, это мое, а почему? Это же менталитет другой. Я говорю, помогают, кормят, в итоге где-то поселяют, оказывают помощь, все, ну все помогают вооруженным силам. Но все равно, а где-то в глубине души начинают. И в итоге получается, что все больше и больше идет дискредитация высокого звания военнослужащего Сбройных сил Украины. А я как контрразведчик в этом вижу определенный развед признаки. Я их называю контрразведывательных признаков, которые при введении любой войны ставят перед собой высшее политическое руководство государства-агрессора, который на нас напал. Финальный штрих для того, чтобы полная, ну просто полная картина была. Пограничники теперь будут военно-учетные документы спрашивать, опубликован список у кого будут, у кого не будут. Судя по всему, будут у большинства. То есть, внимание, это не как бы открытый выезд по военным билетам. Это ко всем тем условиям, которые были и действовали, просто добавилась еще одна бумажка. Как вы, вот просто интересно ваше мнение, вот что вы думаете, будут больше переплывать ТИСУ? Или все-таки на западных границах вот эти новости о том, что кого-то застрелили, кто-то там не добежал, будут стерживать потоки пытающихся сбежать? ТИСУ переплывают, это истеричные особые, не сдержанные, не выдержанные. А умные уклонисты, они никуда переплывать не будут, я говорю, то, что делают. Я вижу опасность другому. Вот в каждом доме живут уклонисты. В каждом доме живут уклонисты. И бабки, у которых дети воюют, воевали, раненые, они об этом знают. И когда приходят, по домам-то ходят, военком, не рассказывают. Не рассказывают. Вы же понимаете, что реально произошло? Произошло то, что государство и общество, и народ, народ, я говорю, не общество, народ, все начали жить параллельно. Подальше от этого государства. Подальше. Кстати, Украина и всегда жила подальше государства, лучше вот дом буду строить, для того, чтобы на пенсию вышел, а пенсию забрали. Вот у меня взяли три года, три года с Костиной. Да нафига служил. 25. Да я больше. Нет, 25. И все. И с Костиной. Кто с Костиной? Да я периодически на эфирах сталкиваюсь с ним. Кто с Костиной? Ну и что говорить? Если он, что говорить? Ну ладно, это такое. Я к тебе говорю. Ситуация, оно все, вот этот, раньше было единое государство, народ и государство едино. Потом маленькая трещинка. Первый год войны едино. Потом маленькая трещинка. А сейчас уже пропасть. А пропасть с ним два прыжка. То есть еще можно преодолеть эту пропасть под ним прыжком. А еще чем-то через месяц пропасть будет такая, что два прыжка ты не преодолеешь. Я говорю про власть. Ну они сейчас говорят, они моно на этот, как его. Они все держат, поэтому они за все отвечают. Я не про элиты говорю, я про власть говорю. А реально надо элиты все сообъединить и создать правительство народного доверия, военные кабинеты, нет, ну это я уже тысячи раз работаю. А это лад за все отвечает. Вот оно и разделилось. И теперь как вот тот, который я говорил, говорит, как я оцениваю электоральные симпатии. Раньше, когда я выходил с улицы, дом живет, дом живет, дом, ну имеется в виду не в частном доме, многое квартирное. Раньше от меня отворачивались, чуть ли в спину не плевали. Потом стали здороваться. А потом уже подходят, как дела это упадут. То есть это электоральные, а причем все голосовали за власть. Это электоральные уже ушло. Нам пишут, что там, это самое, подспрашиваю, ну вы вышли депутат, то есть не членком, а вы подспрашиваете, не знаю, вы депутатов не приглашаете этих, как раньше не приглашали. Вот такая ситуация, раскол, раскол, в итоге, опять же, ничего страшного это не приведет, Украина есть и была, и будет, Украина сохранила государственность, это самая главная победа, но теперь надо сделать все возможное, чтобы территории, те территории, которые сейчас откусывают потихоньку, чтобы их не откусывали, надо принимать соответствующие другие меры. Это уже военно-политическое, военно-дипломатическое решение, лучше политика дипломатическая, это будет правильно, политика дипломатическая, чем военная. Олег Стариков был моим специалистиком сегодня, спасибо вам большое за то, что нашли время и поделились своими мыслями. Да, пожалуйста, приглашайте. Друзья, берегите себя, всем добра и света, увидимся, до скорого.